Доброго времени суток. С вами Тимофей Андреевич. Канал «Не город, а канал о том, как говорить еще». Опять ночь. Опять я записываю. А хочу, хочу и буду записывать ролик в дополнение, скажем так, к крайнему ролику про ожидание реальности переезда в деревню. Так случилось, что в основном меня так смотрят друзья. Не так много подписчиков. Ну, в общем, в основном, по ощущениям, это мои друзья. И, ну, мы же как-то общаемся же, да? Спасибо интернету и сотовой связи. Видите ли, дело в чем? Чем я хочу дополнить крайний ролик? Не так страшно переезжать в деревню. Я этим роликом хотел вам рассказать, к чему вы должны быть готовы. И в каком месте при переезде из города в деревню вы не должны допускать ошибок. У меня очень много роликов, как живется в деревне. Я пытаюсь объяснять подробно, досконально, но все равно сам смысл того, о чем я вещаю, не всегда понимается правильно. Поэтому и записываю. Понимаете, например, я работал строповщиком, да? Ну, казалось бы, стропу накинул на крючок, да? Закрепел груз, поднял, скинул. Все, да? Вроде как работенка такая. Но приходилось и чугунные чушки закидывать в КАМАЗ, которые были вмершие в землю. А чугуни, это сами знаете, в общем-то. Или, не знаю, работать на стройке. Ну, то есть, особенно, когда... Ну, в общем, на стройке же работают без разницы, при какой погоде и, в общем-то, при каких условиях. Спасибо нашим работодателям и по 12, и по 14 часов каждый день. И выходной один. Вот это тяжело. Вот это реально тяжело. Я работал, ребята, это тяжело. И платят за такую работу, как я уже говорил, не больше 12 тысяч. Ну, вот мне, по крайней мере. На моем опыте. А ходить за скотиной, таскать воду и топить котел, Ребят, ну, это на лайке. Не, ну, конечно, ну, не так прям на лайке. Забот в деревне много. Ну, а в городе думаете, что? Что у вас там? Шоколадная жизнь? Ну, иллюзия нарисованного. Ездящие машины, там, компьютеры, доступный интернет. Не знаю, в телевизоре миллион каналов. Тоже дурилка, ящик с дурилками. Не знаю. Сидим, непонятно чем, дышим. Травы не видим в этом городе. Там и зима не зима, и лето не лето. Понимаете? Действительно и ближе к природе, ближе к натуральному всему. Хотя, конечно, и минусы в этом есть, да. Как я уже говорил, стихийность природы чувствуешь на себе. Нет, у нее никуда не скрыться. А в деревне она чувствуется круче, чем в городе. Но в городе тоже не вариант жить. Ну, не то, что не как. Ну, конечно, вариант. Я говорю о том, что и в городе непросто. И так же однообразно. Только вот кому-то нравится город, и, ну, вот эта вот заставка с фонарями красивыми и разноцветными рекламными щитами и, там, модными одеждами. А кому-то нравится, вот, фуфайка. Удобное, тепло. Так что, ничего страшного. И не надо думать. Мне вот товарищ тут прислал пару роликов про старообрядцев. Не надо думать, что у деревни это вот, ну, старообрядцы такие прям. Ничего нельзя, они ничем не пользуются и ничего в жизни не видят. Я еще раз говорю, люди разные. Кто-то едет в деревню, кто-то... Как уезжают в ужасе из города, да, когда уже не в Моготу, так и уезжают из деревни, когда тоже не в Моготу. Понимаете? Кому-то вот нравится, пошел ты на работу там, упахался, но зато получил денег, и на эти деньги ты можешь купить себе все. Ну, так же происходит. Так. А кому-то нравится выехать в деревню и делать, не работать там на дядю, не работать там, не зарабатывать деньги ради денег, не вестись на моду, или на какую-то... не жить по системе, как все из нее же не вылезешь, и думать о себя полностью самому, как бы, ну, так, скажем так, по-мужски. И поэтому в деревню девчонок-то особо и не затащат. Так что ничего в этом страшного нет. И деревенский уклад имеет свои плюсы и минусы, и городской уклад имеет не меньше плюсов и не меньше минусов. Просто разная жизнь. Как, например, разная культура в разных странах. Или температура воздуха, или разная флора и фауна. Все по-разному, ребят. Ну, вот кто-то родился и там счастливо живет, а кто-то эмигрировал, да, в другую страну, потому что ему там нравится. Вот, ну, считайте, что я вот эмигрировал таки в Израиль или в Америку. Да, ну, с таким же успехом. Там по-другому все. Другие люди, другая природа, другие, другой уклад, другая культура. Так что, вот о чем я хотел сказать. То есть, чтобы вам было понятно. А вот эти ужасы, которые, ну, как городскому жителю, кажутся не всегда понятными и не всегда, ну, как бы, вообще реальными или обоснованными, это не ужасно. Это просто, ну, такой класс. Мне кажется, что в городе жить страшнее. Да тут вот хотя бы дети по улицам бегают вместе с животными. А в городе какие-то металлоконструкции и бетонные какие-то формы. Это называется детский городок. Один для всех. У моей дочки своя личная песочница, свои личные качели. Ну, а, конечно, может пригласить там соседских детей к себе поиграть. Они играются. Соседские дети ее тоже зовут. Тоже так же они общаются. Все как у людей, только по-другому. Так что ничего в этом страшного нет. И еще в дополнение по скрипту он хотел добавить об обидных вещах в сторону блогеров. Когда блогеры говорят о деньгах, а в деревне, ну, на самом деле меньше мест, где можно заработать деньги и этих денег платится меньше. Ну, не жили, чем в городе, на такой же самой профессии, на такой же самой должности. Это правда. И когда, например, ну, и в городе жить не дешево, да и в деревне тоже. Я говорил о том, что постоянно что-то нужно строить или ремонтировать, или там что-то купить, ну, по хозяйству, там, и расходы на скотину, на страду, на все остальное. Такие же расходы, такая же прибыль, только на разные вещи. Так вот, когда блогеры начинают говорить о деньгах, и тут круговорот денег не такой объемный и стремительный, это правда. Не нужно говорить, что они жалуются. Я о деньгах часто говорю. Да, ну, потому что у меня семья, я об этом думаю. Опять же, о денежных отношениях никуда не уйдешь. Когда деньги кончаются, ну, это совсем неприятно. так мы не выпрашиваем деньги. Мы, деревенские блогеры рассказывают, как они живут. Ну, и, соответственно, денежные отношения в деревенской жизни присутствуют. Не такие стремительные, но они есть. И это тоже большая тема в жизни каждого человека, тем более семейного. ничего там необычного нет. Вот и все. Не нужно говорить. Я записал ролик о том, как мне помогли мои друзья. Мне начали что-то говорить о том, что там, я не мужик, или там, попрошайка, или там, кто-то еще, вот, молодец, дайте мне, и все. Я тут, ну, такой типа девиз жизни. Вы понимаете, что я свою всю состоятельную, сознательную всю свою жизнь потратил на то, чтобы у меня были такие друзья. Это не просто так. эти... понимаете, чтобы быть интересным для множества окружающих людей, это колоссальные эмоциональные затраты. И, в общем, выбирая общение с друзьями, ты исключаешь личную жизнь. Это же тоже не просто так, ребят. Все эти и концерты, и все эти и посиделки, и все остальное, там, приезжай в гости, поддержи. Или, например, пригласили на праздник, там, ты веселишь народ. Ну, бесплатно. Понимаете? А с возрастом это становится, честно признаюсь, очень трудно. Ты веселишь народ уже как актер на сцене, потому что, как бы, от тебя ждут, и обратного пути нет. Ну, это не так просто. Не, ну, конечно, приятно, что все эти одобрения и смех, и, как бы, и аплодисменты публики, но это все равно с возрастом становится все сложнее и сложнее. Я не просто так имею этих друзей, я все-таки их заработал приятно свою личную жизнь. Кто-то не общается вообще с людьми вот так близко, как я, например, так откровенно. Мало к кому могут приехать и поплакать в жилетку или поделиться своим секретом. А я, и ко мне именно так приезжают зачастую, или просто скучно поехали к Тимохе. Понимаете? Это же не просто так. Ты свою жизнь им как бы отдаешь. И они, как бы, узнав, что у меня очень сложное положение в жизни, они мне помогли как смогли. Тем более, это не миллионы. Не нужно ни завидовать, ни говорить, что вот, мол, я не состоятельен как мужчина или еще что-нибудь. Я попал в сложную жизненную ситуацию, у каждого такое может случиться. А с другой стороны, возьмите состоятельного человека, сколько у него друзей. Ну вот разорите его и посмотрите, сколько вокруг людей его осталось. Вот и все. Понимаете? А он вроде как состоятельный человек, он мужик, такой, ну все, он крутой, у него крутая машина, там, обставленный дом. По мне другая жизнь, поэтому я и живу в деревне. мне лучше скромное убранство, чем я не ведусь за деньгами. Поэтому, наверное, я и не научился их зарабатывать. Но я заработал массу друзей. Вот и все. Так что, еще раз, когда вы что-то говорите и пишите комментарии, ну, все-таки представляйте себе какую-то обратную сторону. А вдруг у этого человека не совсем так, как кажется снаружи? Наверное, какая-то подоплека есть. Не просто так. А мы такие зачастую, ну, зачастую, ну, люди так устроены. Просто я вам напоминаю еще раз об этом. Ну, люди так устроены поумничать за чужой счет. Ой, ребят, ну, это, ну, зачем так делать? Это же неприятно окружающим. Что у вас подумают после этого? Так что, ну, думайте почаще перед тем, как, перед тем, как что-то говорить и поиметь свое мнение вслух. Вот. Это и ко мне зачастую относится. Я же, у меня порой язык за зубами не держится. Я, порой, когда меня несет, несу такую чушь, намеками. Ну, спасибо, конечно, обществу, которое окружает меня и мне часто многое прощают. Ну, просто они уже знают, как бы, что я не хочу их обидеть, а просто не несу какую-то... Вот. И когда я говорю о деньгах, я не так воспитан, чтобы общаться с людьми намеками и не такой умный, чтобы вести какую-то подковерную жизнь на интригах. Почему мы часто не можем поверить в то, что есть и такие люди, которые откровенно друг с другом общаются? Мы уже настолько привыкли намекать, не говорить в лоб или наоборот что-то скрывать или наоборот говорить гадости. Ну, почему так? Ребят, давайте становиться проще откровеннее, а то постоянно же на измене, как ты живешь. Я не представляю людей, которым... Ну, есть такие люди, но им нравится вот плести все вот эти вот штуки. Ну, для меня лично это непонятно. А для других людей вот я непонятен. Такой рубахопарень открытый весь. Ну, опять же об этом канал, канал о том, как бывает еще. Ну, все. Ауфидар Зейн в пописи Дан Кусейн. Люблю, целую, Павлик. До приятного просмотра. И что, встретимся, увидимся еще на просторах Ютуба. Пока, мис.